Наш следующий гость Михаил Шейдельман, политехнолог и писатель. Пан Михайло, Михаил, я вас приветствую. Здравствуйте, Питер. Михайло, вы, пан Михайло, вы, наверное, уже видели эту статистику, о том, что 70%, то есть более 2-3 россиян поддержали бы решение Путина, если бы он решил прекратить войну против Украины, и это уже на этой неделе. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Левада-центром. Однако, если бы Путин решил прекратить войну при условии возвращения захваченных территорий, то поддержали бы его действия только треть россиян. 16% определенно, 18% скорее бы поддержали, однозначно против, выступили 38%, а еще 19% скорее против. Пан Михайло, во-первых, удивлены ли вы этим опросникам, учитывая, что вы говорите, мы с вами об этом говорили, как вот если раньше бы наш анализ заключался в том, что если бы Путина не стала скоропостижной войной, она бы закончилась, сейчас это уже становится общенациональной войной, ну вот 70% были бы не против, и тем не менее, вот этот вот территориальный фетишизм не дает им принять правильное решение. Да, во-первых, это если бы, так же сказано, если бы Путин сказал, то есть это не просто, а вы хотите сейчас закончить войну. Не, мы не знаем, мы не знаем, что мы хотим. Вопрос же простой. Вот если Путин сейчас скажет, что война закончена, вы за? Да, конечно. А если Путин сейчас скажет, что надо с моста прыгать, то мы за, конечно. Конечно, если Путин скажет, что мы с палестинцами один народ, ну, конечно, мы за. Видите, как раз эти 70%, это и есть те самые, ну, 80%, про которые Левада, кстати, сам, ну, не Левада, а его директор, говорил в своем интервью о том, что именно 80% тотально поддерживают Путина. Вот они и нарисовались, собственно, люди, которые за Путина. А по поводу того, что вот если отдать приобретенные, да, присоединенные территории, я подозреваю, что они же даже не знают, что Крым тоже присоединенная территория в России. Они же думают, что присоединенные, это то, что за войну сейчас им присоединили. Потому что, ну, например, я помню, как вот есть известный сейчас певец, скандал с этой известной певицей Дианой Арбениной всплыл, когда она решила поддержать военных, поддержать геноцид украинского народа. Но тут вспомнили ей, как она ездила в Крым, в Севастополь, с концертом. Когда ее спросили, как она могла приехать в Севастополь на оккупированную территорию, она спросила, а что, Севастополь, это Украина? То есть она не знала просто, да, настолько они там не знают, где находится их граница. Вот, поэтому я думаю, что это 34%, это без Крыма даже, да, 34%. И без, я думаю, Донецка-Луганска, имеется в виду то, что оккупировано сейчас. То есть речь идет не об усталости войны все-таки, а вот берем под козырек. Конечно, какая у них усталость? Они вообще не знают, усталость, не усталость, война, не война. Они сидят и думают, что так и надо. Ну начальник сказал, все, ну какая разница. Раз начальник сказал, значит начальник сказал воевать, будем воевать. Начальник сказал головой биться об стенку, будем биться головой об стенку. Тут все, по-моему, просто. Вот ситуация в Вашингтоне. Также хотел обсудить с вами по поводу этого пакета, который предложен еще несколько дней назад, который включает помощь и Израилю, и Украине. Джо Байден наложит вето на этот законопроект о выделении помощи Израилю без учета интересов Украины, если Палата представителей его примет. Об этом заявили в бюджетном управлении Белого дома. Этот законопроект введен и для Израиля, и для региона Ближнего Востока, и для нашей собственной национальной безопасности, отметили в управлении. В Белом доме объяснили, что предложенный республиканцовый проект не отвечает нынешним требованиям, поскольку он не учитывает необходимости предоставления гуманитарной помощи населению сектора газа, поддержки Киева и союзников США в Индотехнадском районе. Речь идет о Тайване. Разделение помощи Израилю и Украине может привести к глобальным последствиям для национальной безопасности, предупредили в администрации президента США. Байден ранее направил на согласование в Конгресс пакет помощи на 105 миллиардов, из которых 61 миллиард для Украины, а 14 для Израиля. Знаете, Михаил, мы с вами в эфире Прямова об этом говорили, продолжаем обсуждать и вот недавние события в Махачкале. Меня, знаете, наводят на такое подозрение, что Путин вот таким образом, то, что произошло в Махачкале, дает сигнал, собственно, Израилю, не вмешиваться в эту ситуацию, дать или позволить республиканцам все-таки разорвать этот пакет. Тут, опять-таки, может быть, это конспиративно немножко, но мы с вами тоже часто обсуждаем то, что одно дело это настроение улицы в Израиле, а другое дело это правительство, которое не спешит связывать тот же Хамас с Россией. По-прежнему, к сожалению, не спешат, хотя сегодня впервые об этом уже говорит газета «Арец» израильская, назовем ее так осторожно, левацкая в каком-то смысле газета. Ну, правда, она такая левацкая в израильском смысле, не настолько, как это все в мире. Не про всемирное потепление, похолодание такая. Просто левая, скажем так, газета «Арец» пишет впервые, что похоже, что Путин очень близок к антисемитизму, то есть близок. Но впервые об этом заговорила серьезная такая основательная израильская пресса. Но, конечно, вот эту всю вашу теорию, такую действительно заговорческую, я бы только по одной причине не смог поддержать. Я не верю, что Путин сегодня управляет ситуацией в России настолько, что он способен устроить погромы или способен не устраивать погромы. Он сегодня плывет абсолютно по течению. Это вот как раньше говорили, что он устроил мятеж Пригожина, чтобы выявить слабоизвение и так далее. Но я не верю в силу Путина, в сегодняшнего Путина, того, которого мы наблюдаем. Я верю в его слабость. Я верю, что он просто реагирует на то, что вот видит вокруг. Он не заметил, ну, так как похоже, что у него очень снизились с возрастом когнитивные способности, вплоть до идиотизма в буквальном смысле. Он даже не заметил, что это он разжег антисемитизм в Российской Федерации, поскольку это он так долго выступал с антисемитскими высказываниями, сам того не понимая. И, собственно, он объявил своим избирателям, что во всем виноваты евреи. Вот кто вышел на поле летное в Махачкале? Вышли избиратели Путина. Это путинские погромы. Путинские в каком смысле погромы? Это погромы за Путина, именем Путина, под флагом Путина. Это же вышли не противники Путина, а наоборот, сторонники. Ну, кого мы знаем из противников войны и противников Путина, кто вышел громить евреев, отлавливать евреев? Нет. Это те, кто ради Путина, по его приказу, веря в него, в его слова. Но он сам этого не понимает. Вот явно из его слов, которые он выступал на этом так называемом большом заседании, у этого большого заседания даже статуса не было. То есть это не Совет Безопасности, ничего типа. Большое заседание у Путина по поводу погромов, где он не сказал слово погромы, не сказал слово евреи, даже испугался говорить. По-моему, он обделался от страха. Сейчас же евреи, вы же понимаете, что ему евреи сделают за вот это, да? Ротшильд, скорее всего, прикажет отрезать ему вот это, а Рокфеллер и совершенно другое. Одни правые отрежут, другие левые. И он это знает, он Рокфеллеров и Ротшильдов боится с детства. Поэтому он вместо того, чтобы говорить, что евреи, он говорит слово таты. Он говорит, напали на татов, искали татов, а таты ни в чем не виноваты, сказал он. Так что, ну и к тому же, это все украинцы, кукловоды и американские элиты. То есть он пытается натравить Ротшильдов и Рокфеллеров на американские элиты. Поэтому давайте так, мы не будем свою теорию заговора придумать. У него уже своя есть. Будем следовать путинской теории заговора, когда объясняем его поступки и поведение. То есть, Михаил, вы допускаете определенную стихийность в этом? То есть не обязательно, что за погромом в Махачкале стоять непосредственно ФСБ? Об этом, мне кажется, заявляют сейчас очень серьезные эксперты. Да, я абсолютно не уверен, что какой-то ФСБ вообще может за чем-то стоять. Потому что, а в чем бизнес как бы? ФСБ деньги зарабатывает. Они что, с чего? Они откат с кого взяли? С авиакомпании Red Wings, что ли, за удорожение билетов? Ну вот непонятно, в чем заработок с такой историей. Им надо зарабатывать деньги. Они для чего созданы ФСБ? Чтобы обеспечивать спецслужбистов деньгами, бриллиантами, дачами и так далее, шубами. Поэтому я верю в то, что если люди сидят, смотрят телевизор, а этим занимается большинство населения Махачкалы, потому что чем им еще заниматься? У них там безработица очень высокий уровень, бедности высокий уровень, значит, огромный уровень просмотра телевизора. А им по телевизору каждый день рассказывают, что евреи. Это рассказывает Путин. Отдельно Путин рассказывает, что Хамас – это герои. И рассказывает, рассказывает, что Хамас героически сопротивляется евреям. Евреи устроили, вон, то, что он описывал, кстати, на этом же заседании. Он сказал, что зубы сжимаются от того, что я вижу в секторе газа, как кто-то, непонятно кто, видимо, еврей как раз, ну, намекал он. Вот там расчлененные женщины, убитые дети, окровавленные врачи и так далее. У меня, говорит, кулаки сжимаются и зубы, но я должен сдерживаться. Это как бы намек, что я должен, а вы-то нет. То есть это направлено, но это же можно направить через телевизор. Если вспомнить там геноцид в Руанде и всю эту историю с радио «Тысяча холмов», можем ли мы сказать, что это было спонтанно? Или можем мы сказать, что это кто-то спровоцировал? Кто-то спровоцировал? Кто? Ну, организаторы были. Но они как? Они что, обошли один миллион хуту и сказали каждому, иди убей Туцци? Нет. Они это все сообщали по радио, что во всем виноваты Туцци. Вот, по-моему, один в один ситуация в чистом виде. Еще же он там сказал, что, собственно, судьба палестинцев решается под Авдеевкой, да? Да, да, да. Конечно, под Авдеевкой, не только еще под Донецком и на Днепре. Будущее палестинского народа там определяется. Об этом официально заявил Путин на своем вот этом совещании. Тоже, мне кажется, достаточно важный тезис. Потому что раз там решается судьба палестинского народа, то судьба Израиля же тоже решается. Ну, а у них же одно с другим напрямую связано. Вот мне жаль, что ни в одном израильском издании я не увидел этого тезиса о том, что судьба палестинского народа, по мнению Путина, решается в боях под Авдеевкой. Может быть, тогда Израиль бы подумал и поставил бы нам какие-то боеприпасы для этих боев, чтобы все-таки мы как-то откорректировали тут судьбу палестинского народа. Вы говорите, да, об этой стратегии сейчас раздувания антисемитизма, и она идет по обоим фронтам. Глобально, вот даже можно сюда присовокупить заявление Путина, что в наземной операции Израиля в Газе уже погибли сотни тысяч. Вы слышали эту цифру? Сотни тысяч, сказал Путин. Даже само информагентство Газа, которое под пятой, разумеется, Хамаса, говорит о восемь с половиной, если не ошибаюсь, тысяч. Путин говорит о сотнях тысяч. А если мы говорим сейчас про внутренние ИПСО, рассчитанные на скрепные российские народы, может быть, такая попытка все-таки как-то повлиять и на украинцев здесь? Вы, наверное, тоже слышали эту идею, что Израиль планомерно готовит себе отход и строит здесь, в Украине, некий новый Иерусалим, когда евреям придется покидать Израиль. И я это вижу, эта идея активно сейчас внедряется через, в том числе, украинские паблики. Да, вот это удивительная совершенно вещь. В каком смысле? Как умственное упражнение, я помню, как оно начиналось. Вот эта история про Израиль, строит, но именно как умственное упражнение, а не как настоящая теория заговора. Я даже участвовал во всем этом, когда мы, как политтехнологи, так сказать, в качестве баловства придумывали запасные Израили. И у нас был спор политтехнологический такой большой на эту тему, возможно, вырывавшийся, кстати, да, в публичное пространство. Ну, а у нас были варианты, это Калининградская область, потому что вот Россия, когда заняла себе, получила, по результатам Второй мировой войны, это получил Советский Союз, но потом почему-то это досталось России. Хотя понятно, что остальные могли также претендовать республике. Это Калининградская область, бывший Кенигсберг, значит, и там как раз получилось бы, что Израиль – это такая четвертая Балтийская республика. Вот Латвия, Литва, Эстония, Латвия, Литва, Израиль. Ну, и как бы дальше Германия. Все красиво, члены Евросоюза сразу, мирное сосуществование с соседями и так далее. Но мы решили, что холодно. Вот все хорошо, кроме холодно. Вот. Второй вариант – это Крым, конечно. Ну, потому что в Крыму и Караимы жили исторически. Главное, по площади Крым идеально совпадает с Израилем, но не с Израилем в каких-то международных границах, а с Израилем плюс палестинские территории. Вот Израиль плюс территории – это вместе ровно Крым. Так что тоже подходило. Но все эти разговоры были такими юмористическими. Плюс вот этот проект был, ну, такой достаточно, как сказать, миссионерский, миссианский, даже не знаю. Ну, такие, знаете, бывают же, грубо скажу, деревни дураков, в общем. Что строили какую-то деревню для евреев, там где-то, не помню, в лесу, в Украине. Ну, это же все юмор, так сказать, утюг. И вдруг в России, ну, один раз сказали. Причем, мне кажется, с первым вообще Кива сказал такой. Помните, был кандидат в президенты Украины. Вот. А сейчас уже все, их понесло, они в разнос. Все, Украину готовят для того, чтобы сюда переселить израильтян. Вот израильтяне, я думаю, охренеют просто. Я, правда, тут тоже на меня обиделся, когда я сказал это. Что, а, ну да, что израильтяне не знают, где Украина находится, как понятно. Потому что знают кто. Те, кто выходцы из Украины или там из Польши или из России, естественно, знают. Но подавляющее большинство, не подавляющее, хорошо, большинство жителей Израиля выходцы не из Европы, а из Азии, Африки, из Марокко, из Йемена, из Туниса. И эти люди не знают, где Украина. В том смысле, они понимают, что Украина в Европе, но на этом их знания заканчиваются. То есть, если спросить их, вот севернее что, Беларусь или Украина, они, конечно, не скажут. На какое море в Украине, ну откуда? Это все для них секрет. Но это точно так, когда говорят, ну как, ну не может быть. Я говорю, ну здрасте, а вы знаете, что южнее там ЧАТ или Центрально-Африканская республика? И сколько процентов украинцев знает, да? Или вот, ну, понимаете, да, такие вот вопросы. Со сколькими странами граничит Израиль? Ну давайте попробуем задать этот вопрос в Украине. Никто не ответит. Поэтому эти люди, которые, так сказать, назовем их так, местные, и при этом корнями уходящие не в постсоветское пространство, а либо в Израиле, собственно, жившие их предки столетиями, либо в африканских или азиатских странах, но я представляю себе, переселять их в Украину, они не поймут, про что речь. Вот знаете, на наших глазах просто врагу скидывает маски, последние маски приличия. И вот эта информационная война, она происходит параллельно горячей войной оружием, да, когда вот мы видим, как меняется стратегия. Сначала Киев за три дня не получился, потом Киев и за три недели не получился, идет отход, потом идет наступление с Востока, сколько уже было этих этапов войны. И потом просто уже без всяких, знаете, масок идет просто террор, вот компания террора, она ровно год назад началась, в октябре, просто начали вырубать нашу электросистему. И то же самое мы видим с информационной войной. Сначала это было вот укронацисты, да, не получилось, никто не послушался. Потом, оказывается, еврей, президент Зеленский является предателем собственного народа, еврейского не получилось. Сейчас уже просто не прикрыт антисемитизм с намеком, ну вот смотрите, у вас еврей-президент, и он же зазывает своих соплеменников с Израиля, чтобы вас выжить, ваш славянский православный народ. Вот просто, мне кажется, все уже полностью понятно. К разговору о как раз антисемитизме, Михаил, я не знаю, видели ли вы или нет, как израильские дипломаты на заседании ООН прикрепили к одежде желтые звезды. Вы видите, даже сейчас вот эти кадры, это была, собственно, акция в знак протеста против бездействия Совбеза. Пост пред Израиля ООН, Гилад, Эрдан и другие сотрудники израильской миссии на заседании 30 октября прикрепили к своей одежде желтую звезду, символ, который заставляли носить евреев в нацистской Германии. Эрдан пообещал, что будет носить звезду как символ гордости, на которой написано никогда снова, пока ООН не осудит зверство Хамас. Хамас подверг критике Совбеза ООН, за что с начала войны между Израилем и Хамас этот орган не смог принять ни одной революции. Но я смотрю на эти кадры, резолюции, извините, смотрю на эти кадры и понимаю всю обреченность сейчас израильской дипломатии и то, в какой сложной ситуации находится сейчас Израиль. В контексте всего того, что происходит, вы, возможно, видели, Боливия разрывает отношения с Израилем, обвиняет в преступлениях против человечества и Чили отзывает своего посла для консультаций. С Боливией, как говорится, давние счеты. Я не помню, там до сих пор Моралес еще президент или нет? Нет, уже нет, давно, да. Но они разрывали раньше, потом восстанавливали и сейчас опять разорвали. Я просто лично пытался на барже, за рулем баржи по озеру Титикака доплыть до Боливии. Меня не пустили, потому что были разорваны дипотношения с израильским паспортом. В общем, я уже лично страдал от разрыва дипотношений, причем тоже из-за войны с сектором газа, что самое интересное это было, то есть из-за позапрошлого какого-то конфликта. Это 2009 год? Да, да, вот. И вот тогда разорвали, до этого было без виз в Боливию, все ездили, я тоже хотел. Ну вот, да, плыл лично через плавучие острова, но не попал. Это я так уже лично у меня к Боливии. В остальном, конечно, у Израиля тяжелая ситуация, настолько тяжелая, вот знаете, нет солидарности. То есть Украине все-таки получше даже, потому что кроме того, что Украине помогают американцы, как они помогают и Израилю, с Украиной есть такая всеобщая солидарность. Ну вот дети Энтони Блинкина на Хэллоуин приходят в костюме Зеленского и Украины. А когда посольство Израиля в ООН надевает на себя желтые звезды, то не присоединяются к этому другие, понимаете. Вот в Европе же помните все эти истории про то, что там король Дании, по-моему, надел на себя, я не помню, помню, Дании надел на себя желтую звезду, когда немцы приказали во время оккупации евреям надеть желтые звезды, и потом датчане присоединились. То есть солидарности вот нет вообще. То есть Израиль пережил страшнейшую террористическую атаку, именно резню такую настоящую, а солидарности в мире он не заслужил все равно, как ни странно. И, ну, кстати, а уж в России так вообще страшно сказать. В России сами евреи отказались от Израиля, очевидно, от поддержки Израиля. Мы не видели ни одного заявления, ни одной еврейской организации, которая бы осудила Хамас, поддержала бы Израиль, приезжал Хамас в Россию. Там сотни еврейских организаций, никакого осуждения. Сейчас, когда были погромы, то еврейские организации сказали в России антисемитизма нет. Берл Лазар за два дня до этого сказал, благодаря Путину евреи здесь могут жить вообще прекрасно, между народами существует полный мир, и так далее, и так далее. И потом ничего не сказал, не сказал, не осудил погромщиков, не осудил власть за разжигание антисемитизма. То есть в России евреи решили пойти на заклание коллективно, превратиться в сотрудничество с этой властью. Они стали таким огромным, помните, советским антисемитским комитетом. Был такой советский антисемитский комитет в советское время, состоявший из евреев, которые выступали против Израиля за Советский Союз. Так вот сегодня, похоже, что все, ну, по крайней мере, все организации, не все люди, конечно, бывают разные, но все известные организации, вроде бы одна какая-то осудила Хамас, одна, одна какая-то там, не помню, приозерская община решилась, не помню, я не помню, честно говоря, приозерская, что ли, решилась осудить Хамас и поддержать Израиль. Так никто не решается. Ну и в мире мы видим, да, что это... Вообще Украина, по-моему, самая, вы знаете, Украина самая солидарная. Я хотел, я к этому подводил, смотрите, даже на западные страны, Лондон, помним, да, полтора недели назад 100 тысяч про палестинскую демонстрацию. И вот сейчас, буквально, если не ошибаюсь, это было вот вчера или сегодня, протестующие заблокировали вокзал Лондона в час пик в поддержку Палестины. Вы видите даже эти кадры движения поездов Ливерпульского вокзала остановлено, передает Daily Mail. Демонстранты расселились на полу и потребовали прекратить бомбардировки сектора газа. И я был на подобных демонстрациях, я был в Нью-Йорке пару недель назад, Вашингтон, знаете, нельзя сказать, что там преобладают палестинские, арабские лица, как бы много западных, в том числе леваков. В основном, наверное, леваков, когда касается дела вот сейчас Палестины, поддерживают Палестину, инстинктивно не поддерживают ничего, что делает Израиль. И действительно, Украина здесь, является удивительным абсолютно примером, я не видел ни одной пропалестинской демонстрации здесь. Ну, кстати, отдельные люди ходили с флагами, сам лично видел в Киеве с палестинскими. Да, было тоже. Я был в Штатах в это время, наверное, пропустил, но ничего не слышал про это и не читал, честное слово. Ну, конечно, я говорю, это прям были отдельные люди, а не демонстрации, просто видел людей, ходившие с этими флагами. Но, смотрите, это нормально, когда эти люди сами, наверное, из Палестины или откуда-то оттуда. Это, в принципе, как бы, я бы так сказал, мы точно от них не будем требовать, чтобы они выступали за Израиль. Важно, что все остальные. Мои слова насчет того, что Украина сейчас самая такая поддерживающая Израиль страна, я их не сам придумал. Это сказал посол Израиля в Украине, Михаил Бродский. Он просто прямо сказал, что Украина сейчас лидер мировой поддержки Израиля во время этой вот нынешней войны. И, действительно, я вижу по своим зрителям канала Шетельман, на который всем вам надо, как вы знаете, подписываться, потому что у меня как раз сейчас идет набор в 303-ю юбилейку. Михаил, у вас уже 300. Я знаю, вы хотите до миллиона. Да-да-да. Мне до миллиона осталось уже тут сущие крошки, как видите. Вот у меня все время написано. У нас до миллиона осталось, видите? А вот. Вот. Всего ничего, Михаил. 698 до миллиона. Значит, да. И зрители, я просто вижу по зрителям, насколько это огромный интерес вызывает эта тема. Просто безумный интерес. Казалось бы, у нас же своя война, да? Но нет, нет. Люди требуют именно про это рассказывать. И я не слышал голосов за Палестину. Просто все как будто как в один голос все за Израиль выступают. Удивительно. Михаил, а вот опять-таки, заканчивая все-таки перспективой, может быть, даже не перспективой, это четвертая война. Мы четвертой мировой, мы об этом говорим. Мы в прошлый раз тоже говорили. Так Станислав Белковский называет это, учитывая, что уже была третья. Вы это называете вторая холодная. Пока она холодная, пока не горячая. Но посмотрите, какой пазл складывается, да? То есть, если допустить, что Россия равна Хамасу путем Ирана, как это, понимаете, размывается сейчас внимание Запада и концентрация Запада на войне в Украине, вот на ситуацию в Ближнем Востоке. То есть Иран, посредством Ирана, Хамас, то, что происходит сейчас. Ну и Северная Корея. Роман Свитан только что упомянул, как Северная Корея начинает опять угрожать, в том числе своему соседу Японии. Стоит ли ожидать, что и Китай начнет бряцать саблями касательно Тайваня? Ну, на лицо абсолютно вырисовывается вот эта ось зла и противостояния, авторитарий против демократии. Термин «вторая холодная» – это действительно подражание Белковскому моё, так я жалкий подражатель Белковского в данной ситуации. Он придумал Третью мировую, я обзавидовался и придумал вторую холодную. И мне кажется, вот этот процесс перехода второй холодной в третью горячую, он идёт, но пока ещё насчёт Северной Кореи я бы сказал, что всё-таки тут ещё время есть, но сегодня в Третью мировую вступила ещё одна страна, и она вступила официально, и это Йемен. Ну, как бы шутки шутками, стран не так много, да, 200 с чем-то. И вот 193, да, члены ООН, по-моему. Сегодня Йемен официально объявил войну Израилю, выпустил ракеты по Израилю, выпустил беспилотники по Израилю, объявив, что в 12.00 произведёт самый массированный обстрел. То есть мы как бы плюс один можем рисовать уже на карту мировой войны. А это ж так, мировые войны так и разворачиваются. Вот вступил Йемен. Завтра там какая-нибудь Саудовская Аравия скажет, мы не допустим, чтобы Йемен тут, понимаешь, стрелял, да, и выстрелит по Йемену. Ну, я так как пример привожу. И вот этот, когда у нас был один центр, то есть Российско-Украинский фронт, то к нему присоединялись какие-то там одна страна, другая, вторая, третья с разных сторон в качестве поддерживающих. А когда два центра, так этот эффект домино гораздо быстрее будет работать, естественно, потому что эти вмешаются, потому что те здесь не вмешались. Вот заметьте, даже вот это объединение пакетов помощи. А сейчас какая-то страна скажет, а я вот как раз поддерживаю, я как раз за Северную Корею и за Хамас. Бум, значит, вступает в войну. А другие говорят, о, а я же за Израиль и там Украину. И так далее, и так далее. Тут может быть миллион всяких интересов, споров. Кувейт уже сказал, что не будет проводить, как это, не деэскалацию уже даже. Они пытались с Израилем нормализацию отношений. Кувейт рассматривал этот вопрос, точно так же, как в Саудовской Аравии. Вот три дня назад объявили, что отказываются от продолжения нормализации. Поэтому все туда, к сожалению, мы катимся. Будет ли Северная Корея? Ну, будет. Просто вопрос, когда? Надежда на то, что противоречий в стане этой оси зла будет намного больше, чем все-таки вот слаженности. И мы понимаем, что все эти так называемые союзнички исторически ненавидят друг друга. Китай, Россию, Россия, Китай, Иран, Персия, Россия и так далее. И вот просто я, вечно, на торте последнее вот зачитаю перед тем, как попрощаться с вами. Михаил, президент Грузии Зурабишвили опасается, что Путин может использовать релакантов для запуска доктрины защиты русскоязычных граждан и начала войны. Ранее стало известно, что Россия перебрасывает военные корабли Севастополя в Абхазскую очамчиру. И оппозиция Грузии обвиняет власти страны в пассивности на фоне планов Российской Федерации создать базу для Черноморского флота, в оккупированной в Абхазии. Вот это что-то новенькое. То есть Россия способна еще и на том направлении сейчас горячую войну? Нет. Новость про базу, она где-то месячной давности. Россияне эту базу приняли решение открыть военную базу, когда мы ударили по Севастополю. После обстрела, когда мы уничтожили подводную лодку, они объявили, что строят там новую военную базу. Я сразу сказал, вот, так это военная база для вот этих кораблей. Потом Зеленский, кстати, на прошлой неделе сказал, что это база для вот этих кораблей, которые бегут из Севастополя. Вот, поэтому я бы все-таки не связывал создание базы. Но Саакашвили сказал, что готовит Россия там переворот в Грузии и так далее. То есть, безусловно, является ли Грузия целью? Обязательно. Но пока нет сил, пока нет сил у Российской Федерации на это. То, что она готовится, да, обязательно. Если бы они нас победили, они бы уже были в Грузии и в Армении обязательно. Ну, судя по всему, Грузии придется все-таки определиться на чьей стороне из-за этого происхождения она находится. Вот Армения, мы видим, что с ним уже определяется. Михаил, спасибо большое, что были нашим сегодняшним гостем. Михаил Шетельман, политехнолог и писатель, был с нами. Спасибо. Спасибо, до свидания.